Доброе утро, ты, враслый разведчик. Доброе утро, Саша. Нашим подписчикам очень интересно, что у вас на EDC. Ну, раз интересно, покажем на EDC. Если говорить непосредственно про ножи, то у меня на самом деле на сегодняшний день два ножа. Можно даже сказать три, но два. То есть это Ронин. Очень мне понравился этот нож. Механика просто бомба. Вот. И такой вот Сюгун из Низильбера. Вот. Это первое. Дальше у меня на EDC то, чего я показываю, но уже ношу не так часто. Это Кощей Буллый. На самом деле про Кощей Буллый скажу сразу, что в начале мая точную дату ориентировочно 4-5 числа будет релиз этого ножа. Следовательно, если вы непосредственно желали Кощей Буллый, то обязательно подписывайтесь на наличие, чтобы получить первое предложение, точнее, первое получить сообщение о том, что ножи поступили в продажу. Также на Кощей у меня тут такая нестандартная, можно сказать, бусина и маленький темлячок. Что касается самого Кощей, мы подробно об этом ноже расскажем, но как бы что можно видеть, что рукоять довольно-таки интересная. Вот. И клинок тоже, да, на самом деле мне вот очень нравится, очень-очень острый. Ну, об этом, обо всем чуть попозже. В общем, у меня еще Кощей. Ношу два реально ножа. Вот последний, наверное, Ронин я начал носить последнюю неделю, оно мне очень понравилось, а Кощей уже ношу где-то, ну, как первый собрали, ношу уже, наверное, недели три. Очень нравится. Дальше, что еще? Ну, стандартно у меня кей-бар с ножом, в этот раз у меня тут шарк, фонарик у меня, наушники, как видите, телефон, и всегда на EDC у меня вот такая вот сумочка, ну, как бы иногда могу менять. Здесь у меня, что, ключи от машины, кардхолдер вот такой, кстати, кардхолдеры у нас тоже появились, до восьми карточек, то есть можно поместить, хотя кто-то больше вкладывает. Что еще? У меня powerbank, две ручки, маска, конечно же. Ну и два портмоне, одно с документами, вот здесь паспорт, права и так далее, а другое здесь, получается, деньги, карточки. Вот мой, условно говоря, EDC-наборчик. Вот, но раз мы вышли в IGTV, я на самом деле хотел бы нашим покупателям, нашим подписчикам рассказать в первую очередь про то, почему мы не отвечаем в основном аккаунте на Директ. Потому что, как вам всем известно, наш основной аккаунт очень часто подвергается атакам, и несколько раз был заблокирован. Нам удалось восстановить, поэтому вот это видео выходит в основном аккаунте, и посты там появляются, сториз появляются, но мы сейчас осторожно на самом деле с ним работаем, поэтому Директ мы просто не открываем. Были случаи, что нам просто присылают различные ссылки и так далее, чтобы как-то фишингом заниматься, поэтому мы Директ не читаем там, поэтому если вы пишете в основной аккаунт, ваше письмо просто даже не читается. Поэтому обязательно пишите в наш резервный аккаунт Dagger Knives Co. Теперь, что касается... Что касается, как мы отвечаем Директ. Как вы понимаете, у нас менеджеры работают с 10 до 6, в некоторые дни до 20.00. В связи с этим, в связи с этим, в рабочее время как раз таки вам отвечает Директ. Поэтому, если вы пишете не в рабочее время, пожалуйста, не настраивайтесь на негатив, не настраивайтесь на негатив, ваше письмо обязательно, ваше сообщение увидят и на него, конечно же, отреагируют. Также оперативность ответа зависит также от загруженности человека, поэтому просим вас это понять. Второй также, пользуясь случаем, хотелось бы также сказать касательно скидок. В первую очередь, скидки для тех, кто на службе. Военные, правоохранители, медики, спасатели. Большая часть этих людей правильно все делают. Они, как указано на сайте, пишут нам на e-mail info-sobaka-tuggerknights.ru сообщают о том, что они являются сотрудниками или относятся к этой категории и просят о скидке. Дальше у нас есть процедура, что человек должен подтвердить, что он относится к этой категории. Поэтому именно необходимо писать на e-mail. И очень важно, чтобы не совершали покупки, не совершали покупки заранее, оплачивая на сайте, а потом ждать, что автоматически произойдет скидка. Потому что, во-первых, вы не авторизировались, вас мы еще не приравняли к категории и вам не выдали специальный промокод. Для всех категорий получается отдельный промокод. Поэтому, если вы относитесь непосредственно к категории военных, правоохранителей, медиков или спасателей, до заказа, обязательно об этом сообщите нам по электронной почте. Также не забывайте о том, что у нас есть телефоны, у нас есть электронные почты, не только интернет. Можете всегда звонить. Ну и важный, наверное, момент, это то, что скоро к нам приближаются майские праздники. Так как к нам приближаются майские праздники, здесь это уже не наша прихоть. Мы, на самом деле, работаем вместе, ну, как бы в цепочке с курьерскими службами. Поэтому есть дни, когда курьерские службы не будут работать. Ни Почта России, ни СДЭК, ни Боксбери. В связи с этим, в эти дни, наш офис также не будет работать. Это 1-е, 2-е и 9-е мая. 1-е, 2-е, 9-го мая офис будет закрыт. И, следовательно, заказы также не будут обрабатываться. В другие дни будут сокращены. Некоторые дни будут сокращены. Более подробно мы сделаем пост. Ближе, наверное, к майским праздникам будет подробный пост во всех аккаунтах и в соцсетях, чтобы вы понимали, как работает непосредственно наш офис. Ну и, конечно же, да, если вы планируете сделать заказ, тоже надо, наверное, сказать, если вы сделаете заказ 30-го апреля, то так как 1-го, 2-го офис и курьерские службы не работают, ваш заказ будет обрабатываться только 3-го мая. И так как еще и 3-го мая сокращенный день в основном курьерских службах, не факт, что ваш заказ перейдет сразу же, да, то есть в распределительный центр, да, для дальнейшей доставки. Поэтому, если вы вот 30-го, да, отнеситесь к этому с помниманием, да, если вы оформили заказ 30-го, что будет где-то задержки, там, 2-3 дня к стандартным срокам доставки. Ну, наверное, на этом все. Я на все вопросы ответил. Да, спасибо большое. Ну что, спасибо, друзья, что вы с нами. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Выбирайте ножи Даггер. Ну и ждите анонса, когда стартуют продажи. Мы обязательно об этом скажем. Ну а пока что переходите по сайту и оставляйте уведомления о поступлении непосредственно Кощеяковой. Всех благ, до свидания. Продолжение следует...